Йоу, ребятки, как делишки? С вами снова Райли, и сегодня в этот превосходный денёк, надеюсь, у вас он тоже сегодня превосходный, я вам расскажу о самых привлекательных персонах в играх серии GTA. Я уверен, вам понравится то, что вы сегодня увидите, так что обязательно прямо сейчас ставьте лайкосик, возьмите что-нибудь вкусненькое, чтобы было ещё интереснее смотреть, и в общем, усаживайтесь поудобнее, и погнали! Первая у нас будет Элизабет Торрес из GTA 4, как бы она не была такой привлекательной, на самом деле занимается она продажей и распространением, но спустя некоторое время её находит полиция и приговаривает к 300 годам лишения свободы. Вы просто представьте себе, 300 лет всё равно остаётся привлекательной персоной. Следующая у нас будет дамочка по имени Мод Хэнсон из GTA Vice City, также она известна как Ice Cream Lady, так как владела раньше заводом по производству мороженого под названием Cherry Popper, который позже продала Томми Версетти. Интересно то, что полиция провела расследование по поводу Мод Хэнсон и её бизнеса, и в итоге выяснилось, что она социопат, то есть человек, который ведёт себя агрессивно по отношению к другим людям, и это можно понять по некоторым диалогам. Также эта дамочка когда-то управляла детским домом, и она ненавидит детей, да, и она даже спрашивает у Томми, был ли он когда-то ребёнком. И ещё, на самом деле, эта фабрика мороженого производит не мороженое, а это лишь только прикрытие. Вот такая вот получается непростая у нас эта дамочка. Следующая у нас одна из таких самых привлекательных женщин в GTA, это Мод Эклз из GTA 5, вы просто на неё посмотрите. Ну так вот, эта дамочка даёт задания Тревору по поиску и поимке беглых преступников. За убийство Мод даёт 5000 баксов, за привоз к ней 10 тысяч. На самом деле, она очень интересная женщина. Она рассказывала Тревору, что мечтает о своём собственном доме, муже, собаке, в общем, о полноценной спокойной семейной жизни. И так вот, после того, как Тревор выполнит все поручения, Мод говорит, что уходит на пенсию, и после мы её уже в игре никогда не увидим. Далее у нас опять GTA Vice City, и на этот раз у нас персонаж тётушка Поли, ей 68 лет, и она является лидером банды гаитян. И интересно то, что она варит какое-то зелье, из-за которого Томми Версетти забывает о том, что работает на кубинцев, и начинает работать после него на гаитян. Но, возможно, даже то, что эта женщина даёт это умопомрачительное зелье, не только для того, чтобы переманить Томми на свою сторону, но, возможно, для чего-то и другого. И, наконец, у нас 73-летняя женщина Мари Макрири из GTA 4, которая является матерью четырёх ирландских гангстеров Дерека, Фрэнтиса, Патрика и Джеральда Макрири. Она осведомлена о преступной деятельности своих сыновей, сама же Мари тоже далеко не идеал, на её счету две судимости, за соучастие в убийстве и за скрытие преступника. Поэтому, можно сказать, что эта женщина не такая уж и простая, как кажется на первый взгляд. Ну и что же, вот такие вот получились персонажи, напишите и вы в комментариях, какого ещё персонажа вы считаете привлекательным, напишите мне очень интересно. Ну и приветик от меня сегодня получают Амир Гасанов, приветик тебе Лёша Баранов и большой пламенный приветик тебе Гарина Дроздова. Спасибо вам, друзья, огромное за вашу поддержку и за то, что вы меня смотрите. И также спасибо и тебе, бро, за просмотр. Если тебе понравилось видео, то оцени прямо сейчас его своим лайкосиком и подписывайся на мой канал, если оказался здесь впервые, не забудь нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех моих новых видео. В общем, короче, тыкай вот сюда и глянь эти видео. И с тобой был как всегда, Райли, желаю тебе удачи, оставайся таким же классным, не болей и увидимся в новых видео. Пока!